Добро пожаловать на домашнюю группу. Это Рик Реннер. Я так рад, что вы позволили нам посетить вас. Со мной сегодня Денис и Джоэл. Ребята, добро пожаловать на домашнюю группу. Спасибо, Рик. Приветствую вас на домашней группе. Мы так благодарны, что вы нашли время, чтобы провести его с нами. Хочу добавить, мы не одиноки, потому что в Библии говорится, где двое и более собраны во имя Его. Там и Он, и Его сила, Его присутствие, Его действие прямо посреди нас. Сегодня я читал об этом согласно плану чтения Библии. Сейчас я читаю Евангелие от Матфея, и это замечательно. Это замечательно. О, а какую главу? Я думаю, мы читаем те же главы. Сегодня я читал 23 главу. Я читал 20 и 21. Совсем рядом. Рядом. Мама, хочу сказать, ты прекрасно выглядишь белым. Спасибо. Так есть, Денис, ты очень красивая. Спасибо. Я говорил, что хочу задать тебе вопрос об этом. У меня тоже есть вопрос. Хорошо. Как получилось, что ты всегда носишь белую рубашку? Это мой вопрос к тебе. На тебе всегда белая рубашка. Ты тоже всегда в белой рубашке. Я всегда ношу белую рубашку, потому что, по правде говоря, раньше я всегда носил черное. Я носил черное, потому что у меня был лишний вес. И когда я сбросил весь лишний вес, мне нравится носить белую рубашку. А почему ты носишь белую рубашку? Я думаю, что она делает лицо более ярким, оживляет взгляд, а улыбка становится белоснежнее. И я думаю, что это приятнее, чем темный цвет. Хочу поделиться одним фактом. Когда вы в светлой одежде на телевидении, это делает вас ярким. О да, так и есть. Теперь ты знаешь, сколько лет я носил черное, только черное. Теперь мне нравится носить белое. К слову, а какой цвет предпочитаете вы? Мы просто хорошо проводим время вместе. Сегодня вечером мы поговорим о сверхъестественном Божьем мире. Ранее мы говорили о сверхъестественном Божьем обеспечении. В прошлый раз рассматривали сверхъестественную Божью защиту. И сегодня мы поговорим о сверхъестественном Божьем мире. Прочитаем 22-й псалом, начиная с 1-го стиха. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Хочу напомнить, что это написал Давид. Он рос, будучи пастухом. Он все знал об овцеводстве и о том, что такое быть пастухом. Давид также знал, что он является овцой. Он говорил, «Господь, пастырь мой». Он знал значение этих слов, потому что он, будучи пастырем, верно заботился о своих овцах. И он говорит, «Все, что я делал для овец, Господь делает для меня». Он говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это и есть сверхъестественное Божье обеспечение. Он верен нам в обеспечение. Второе. Я хочу сказать по этому поводу. Давид был пастухом. Он был молодым пастушком. Да. Он был юношей, и он был пастухом. Так и было. Он сражался со львами и медведями и защищал этих овец. Да. Бог может использовать молодых людей для совершения великих дел. Да, Он может. И я могу представить, как уже будучи взрослым, Давид сидел во дворце в Иерусалиме и размышлял, как я попал с полей во дворец, проявив верность. Это просто удивительно. Во втором стихе говорится, «Он покоит меня на злачных пажетях». Это о защите. Затем говорится, «И водит меня к водам тихим». Это мы обсудим сегодня. И после мы рассмотрим третий стих, «Подкрепляет душу мою». О, хвала Господу, Он подкрепляет наши души. Направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и твой посох. Вот он, вновь с нами. Это настоящий посох пастуха. Один его конец – это жезл, другой – посох. Они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. Денис, я вспоминаю эту песню. Воистину благость и милость. Аминь. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Итак, мы уже поговорили о сверхъестественном обеспечении от Бога и сверхъестественной защите. И сегодня мы поговорим о сверхъестественном Божьем мире. Но взгляните еще раз на второй стих, где говорится, «Он покоит меня на злаченных пажетях и водит меня к водам тихим». Водам тихим. Тихие воды. Разве это не напоминает мир? Клайв Льюис сказал, «Бог не может дать нам счастье и мир без Себя, потому что без Него их нет». В Евангелии от Анны, 14 главе, 27 стихе, Иисус сказал, «Вы готовы?» «Да не смущается сердце ваше». Денис, только подумай, у скольких людей сегодня сердце в смятении? Иисус сказал, «Да не смущается ваше сердце». В греческом здесь говорится не о предложении, а о строком заявлений. «Перестаньте позволять своему сердцу тревожиться. Пусть ваше сердце не тревожится». Для меня это звучит как «Успокойтесь». Именно так и говорится. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Рик, это очень важный стих, потому что Иисус говорит, в последние дни сердца людей будут исполнены страхом. Это предсказано, и это произойдет. Люди будут изнывать от страха, а их сердца будут трепетать. И насколько же важно, чтобы мы знали нашего пастыря. И знали, что мы можем покоиться на злачных пажетях. Далее в этом стихе говорится, стих 27-й, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Слово «смущаться» использовано в 1 стихе и 27 стихе. В обоих случаях это греческое слово «тарасо». Это очень и очень важно, потому что греческое слово «тарасо», которое дважды переведено как «смущаться», означает «трясти». Вы когда-нибудь испытывали беспокойство настолько сильно, что вас просто трясло? Оно означает «тревожить», «беспокоить», «выбивать из колеи», «усложнять», «сбивать с толку», «вызывать тревогу» или даже «сильно опечалить». Слово «тарасо», переведенное здесь как «смущаться», описывает того, кто чувствует внутреннее потрясение и неустройство, сбит с толку и расстроен. Денис, это описание многих людей в наши дни. Они просто сбиты с толку тем, что происходит. Они потрясены от того, что они слышат. Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше». Обратите внимание, все начинается с сердца. Мы вернемся к этому через мгновение. Знаете, что меня удивляет? Люди могут смотреть новости и беспокоиться о том, что происходит очень далеко от того места, где они находятся. Да, и это на самом деле вызывает у них тревогу. Это может происходить на другом конце света, но они постоянно об этом говорят. Я имею в виду, что это совершенно не затрагивает их жизнь, но это влияет на них, потому что они беспокоятся о других людях. Когда мы только переехали в Советский Союз, как будто они могут на что-то повлиять. Когда мы только переехали в Советский Союз, у нас не было доступа к западным новостям. Полный ноль. Совсем ничего. На телевидении не было ничего на английском языке. Но когда мы его подключили, оно оставалось включенным. Да, так и было. Но однажды я пошел в банк в Риге. И когда я туда пришел... Кстати, там был всего один коммерческий банк. В те времена негосударственных банков совсем не было. А в Риге открылся совершенно новый банк. Мы были очень рады этому, потому что мы могли получать денежные переводы. Он назывался немецкий банк. Там было довольно опасно вести дела, потому что кто-то в банке работал с местной мафией. И если вы снимали большую сумму денег, они сообщали тем, кто на улице, что вы выходите из банка с наличными. И одна женщина была убита. Это было сумасшедшее время. Это и есть в книге «Невероятно». Однажды я был в этом банке, чтобы снять деньги. И я ждал своего времени, чтобы поговорить с кассиром. И смотрел канал CNN. Мы только что переехали в бывший Советский Союз. Был 1992 год. В то время были большие беспорядки на улицах в Калифорнии, в одном из районов Калифорнии. И мы ничего об этом не знали. Мы ничего об этом не знали, потому что не слушали новости. Когда мы не слушали новости, нас просто переполнял мир. И когда я находился в фойе того банка, я слушал новости около 10 минут. К тому времени, как я закончил смотреть новости, я был очень встревожен. Я почувствовал такое беспокойство, какое не испытывал уже несколько месяцев из-за того, чему я позволил проникнуть в свое сердце, посмотрев эти новости. Хочу сказать вам, если вы зависимы от новостей, вам нужно быть осторожными и не позволять новостям влиять на вас. Не подвергайте себя атаке чем-либо, что может повлиять на ваше сердце и ваш мир. Контролируйте себя, управляйте собой, уберите что-то лишнее, оставьте то, с чем можете совладать. Иисус сказал, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В стихе 27 Он говорит, мир оставляю вам. Слово «мир» — греческое слово «эйрене». Большинство людей не замечают это слово «эйрене». Вам нужно немного глубже вникнуть в это слово, чтобы на самом деле понять его значение. Слово «мир» — перевод греческого слова «эйрене» — описывает прекращение войны или приостановление конфликта. Период восстановления и реконструкции после окончания войны. Последствия разрушения ликвидированы, и настало время процветания. На смену хаоса пришел порядок. Оно описывает спокойствие, внутреннюю стабильность, когда человек способен сохранять внутренний покой и равновесие даже в крайне напряженной стрессовой обстановке. Это греческий эквивалент еврейского слова «шалом», который передает идею целостности, завершенности или душевного покоя, который не могут украсть никакие обстоятельства или давление. Иисус сказал «это то, что я даю вам». Это означает, что если мы примем мир Божий, который дает нам наш пастырь, мы сможем обрести душевное спокойствие, даже находясь в трудных обстоятельствах, и иметь шалом. Разве это не удивительно? На самом деле далее говорится «мир оставляю вам». Слово «оставляю» — это греческое слово «офеми», которое означает «освободить навсегда». Я даю вам это таким образом, что вы получили полное освобождение. Но знаете что? Вам необходимо принять это. Все нужно принимать верой. Да. Иисус говорит «это то, что я даю вам». Он говорит «да не смущается сердце ваше». Слово «сердце» — слово «кардия». Именно от него происходит слово «сердце», «остановка сердца», «кардиологическое отделение в больнице». Оно описывает сердце. Хотя иногда оно использовалось для обозначения сердца как физического органа, оно регулярно использовалось в Ветхом Завете, Новом Завете и классической греческой литературе для описания внутреннего «я», духа или центра человеческой личности. Оно включает в себя элементы эмоций, инстинктов и страсти. Иисус говорит «не позволяйте беспокоиться центру вашего существа». Слово «смущаться» — вновь греческое слово «тарасо», описывает того, кто чувствует внутреннее потрясение и неустройство, сбит с толку и расстроен. Иисус сказал «да не смущается сердце ваше» и что? Да не устрашается. Страх. Многие люди сегодня находятся в страхе. Вы знаете значение слова «устрашать»? Это греческое слово «делос» — это всепоглощающий страх или ужас, способный сковать или вызвать трусость, страх, который лишает способности смотреть проблемам в лицо и заставляет ретироваться перед ними. По этой причине это слово иногда переводят как «быть робким» или «трусливым». Это страх, который не дает вам нормально жить. Вы настолько сильно находитесь под его воздействием, что хотите лишь спрятаться или просто забиться в угол. Апостол Павел использует это же слово во втором послании к Тимофею, 1 главе 6 стихе, когда говорит «по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Денис, обрати внимание, что ответственность лежит на каждом человеке. Павел говорит «ты должен возгревать дар». Бог дал тебе дар. Тебе нужно делать что-то, чтобы возгревать его. Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Стих 7, «Ибо дал на Бог что? Духа небоязни. Духа небоязни. Слово «дух» — греческое слово «пневма», которое описывает дух или духовную силу. Страх имеет духовную природу. Это дух, который входит в комнату. Разве это не так, Денис? Безусловно. Приходит дух страха, и внезапно все впадают в панику. Это дух. Вам необходимо принять решение запретить ему действовать. Прекратите его действия. Павел сказал, что Бог не дал нам дух страха. Слово «страх» — то же самое слово, которое использовал Иисус. Слово «дейлос» — это страх, способный сковать или вызвать трусость. Это ужас, который лишает способности смотреть проблемам в лицо и заставляет ретироваться перед ними, вызывает робость или трусость. Денис. Знаешь, Рик, когда ты говорил, я вспомнила, как ученики после распятия Иисуса, когда Он воскрес из мертвых. У них был дух страха. Да, все устрашились. Они переживали о своей жизни. Они не знали, что будет дальше. Они прятались. Они боялись, они прятались. Иисус трижды. И говорится, что именно тогда Иисус пришел к ним и сказал, успокойтесь, ребята. Он сказал, мир вам. Он сказал, мир вам. И Он сказал, мир вам. Он знал об этом, потому что это были Его овцы. Он хорошо знал, насколько они боялись. Он не осуждал их за страх. Он утешал их, потому что им было страшно. Вау. Но Бог дал нам не дух страха, но силы, любви и здравомыслия. И вы знаете, когда у вас есть дух страха, потому что когда у вас есть дух страха, вы лишены здравого ума. Когда у вас есть дух страха, вы беспокоитесь о чем-то, что, вероятно, никогда не произойдет. Вы мыслите иррационально. Здоровый рассудок не говорит о здравости, о ясном мышлении и правильных выводах. Это не здравость. Послушайте, что говорится в книге пророка Исаии, 26 главе, 3 стихе. Послушай, Денис. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». В переводе Passion говорится, «Совершенный, абсолютный мир окружает тех, чье воображение поглощено тобой». У каждого есть воображение. Вы можете что-то представить. Вам необходимо выбрать, что вы будете представлять. Я научился выбирать правильные вещи. Некоторые люди боятся придуманных вещей. Им просто нравится придумывать что-то в своем воображении, верить в это, и затем приходит страх. Я приведу вам пример из книги Псалмов. Там говорится, что Господь окружает нас, как горы окружают Иерусалим. Поэтому, вместо того, чтобы бояться, я представляю, что окружен горами. Господь окружает меня, как горы окружают Иерусалим. В Библии сказано, что Бог вознесет вас на скалу. Я представляю себе это. Причина, по которой Он вознесет вас на скалу, заключается в том, что никто не сможет добраться до вас, никто не сможет напасть на вас. Вы были бы в недосягаемости. Вам нужно избрать, что представлять. Послушайте шестой стих первой книги царств в расширенном переводе. Давид сильно был смущен. И что же он сделал? Он ободрился и укрепился надеждой на Господа Бога своего. Он сам выбрал, о чем думать. Рик, ситуация была ужасающей. Так оно и было. Город был разрушен. Все сгорело дотла. Люди, которые были с ним, хотели побить его камнями. Все жены и дети были похищены. Было хуже некуда. Но он принял решение укрепляться Господом. В Псалме 93-19 стихе говорится, «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои услаждают душу мою». Давиду нужно было сделать выбор. Псалом 22-й стих 1-й. Вот стих для нас. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Стих 2-й. «Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим». Водам тихим. Что такое тихие воды? Овца может не захотеть идти. Вы должны следовать за пастухом. Если вы будете следовать за ним, если вы будете пребывать в нем, будете внимать его слову и примите его мир, независимо от того, что происходит вокруг вас, вы сможете обрести мир, прекращение конфликта, прекращение войны и внутреннее спокойствие, даже в крайне напряженной и стрессовой обстановке. Вы сможете постоянно пребывать у тихих вод. Я человек, который редко расстраивается. Раньше я делал это часто, но я научился жить у тихих вод, и вы тоже можете это сделать. Время закончилось. Увидимся в следующий раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok